А вам интересно, другие дисциплины так же не забываются. Ага. Всё, у нас игра внезапно врывается. Третья мана, не так уж и поздно. Сильвернейм. За того самого Секретханта и Дримкетчер также играет на лог. Ну это зулок, судя по всему. Здесь мы видим, да, весёлого вурдалака, вуду доктора. И всё пока получается достаточно неплохо. Для него, как мы видим, уже стол потихоньку захвачен. И продвигается, да, видимо, тут ещё и есть амулет. То есть уже можно будет прокачивать изумруд. Таким образом, будет тяжеловато Дримкетчеру. Если вдруг только у него нет каких-то я не знаю, хелппайров, чем я сильно сомневаюсь, что они есть. Но можно посмотреть, попробовать потом. Ну и вот мы видим ситуацию, да, разбираем. Здесь размены и двоящийся вес. Пытается зачистить всех зверей, но звери всё же остаётся. И тем не менее, ещё и Хранительница Тайн приходит. Но не очень по маням. Это всё дело вписывается. Есть возможность разыграть только либо два секрета, либо Хранительницу Тайн. И, соответственно, какой-то из секретов. В идеале, конечно же, здесь сейчас взрывную ловушку поставить, чтобы попытаться зачистить стол. Но, отыграв от этого, можно просто размены по столу будет Дримкетчеру сработать. Ну, так или иначе. Давайте, посмотрю, если здесь хелл-файра нет, скорее всего, да. Отсутствует. Это было бы странно своих собственных существ зачищать. На всякий случай. И что же, у нас разминивает вурдалака. Ага. То есть, не стал пытаться прибывать в лицо. Будет вешать тем не менее с двух секретов. Возможно, даже очень не хочется дрожащегося вурдалака ставить. Это очевидный момент. Ну, морозную ловушку, протягивающую своего вурдалака. Ну, вот что насчет. Да, все же идет хранительницу тайну взрывную. Хорошо, на следующий ход у нас уже будет неплохой бонус. Для амулета. Ну, и тогда. С волками надо будет что-то решать. Возможно, нам покажут карты Дримкетчера в ближайшее время. И тогда мы будем более точно ориентироваться в противостоянии. Нужно уничтожать. Если это, в принципе, будет возможно. Если нет, то, ну, ладно. Итак, что же нам ответит Дримкетчер? Собственно, грипп чародел уже идет просто в темп. И нужно как-то секрет снять. Но секрет снять, как мы понимаем, не получится. Так просто, по крайней мере. Что, насыщение от души. Хорошо. Кого-то бафнул на следующий ход. Так что, давайте смотреть, что придумает. В итоге, пока оставляет. Несхранительность тайн. Потихонечку. Можно попробовать с ней поиграться. Ну и что, волки в бой? Есть особо вариантов да и нет. Особого смысла так же идти в морозную и я не вижу, поэтому просто 4-х волков и понеслась. Теперь осталось только решить, в кого мы отправляем хранительницу тай. Несколько вариантов есть опять же. Ну как, два в идеале. Либо в вес, либо в лицо. Нас из команды взять, можем попытаться потом сыграть в размены. Да, и отправлять в лицо. Хорошо. Что же нам ответит? Ого! Так, подъехали. У нас опять неправильная позиция. Но теперь-то мы знаем, что Сильвернейм снизу на Хантере. Да и у Дримкетчера нет Хантера. Соответственно, это было бы странно. Узнаем сейчас, что счет правильный. Один-то пользует Сильвернейма. Замечательно. А тут же полетели разменщики. Разменщики. Но этого не хватит. Что-то другое, да. На Тризим. На Тризим неплохо почистит ситуацию. Он слышит два Волка и команда взять. Команда взять на Тризима без проблем может сейчас разбить. И, в общем-то, это хороший вариант. Что же дальше будет? У нас дополнительно крота и Морозную ловушку как вариант можно разыграть. Но пока опять же смысла особого нет. можно просто обилку вместо Морозной вылез. А Морозную потом по ситуации. Рексара пока... Ага, решил Морозную сейчас разыграться. Хорошо. Интересное решение. И команду Зет тоже не отдает. Решил за личиком насражаться. Хорошо. Таким образом он сохранил себе стол частично и на следующий год может еще нанести неплохо так урона. Теперь, да, в размены уже на Тризим не сыграет. Но если будет два на Тризима... О, у нас появились еще карты. Все, замечательно. Теперь мы видим карты Дримкейчера и, как мы видим, второго на Тризима там нет. Соответственно, Волоки вне опасности и не самое действительно приятное положение дел. Таким образом, что Ожог Души может сбросить Стражи Ужаса, что Страж Ужаса здесь какой-то урон может сбросить. И все же, да, тоже уходит в укрепление Сталампы, об этом Сулфайр. И, оу, вот это, вот это ситуация не из приятных. Но зато в размены будет не так-то просто выйти теперь. А с 6-7 нужно будет думать, что же выдавать, да? То есть 3-1 в него трейдить, и попробуем заролять питомца. Хорошо. Питомец достаточно неплохой экстессы. Теперь мы можем убить через команду ЗС, а Икра там. Но это многих ресурсов не дает, потому что 2-2 все равно разменяется потом. И обидно, что на обилку немножко не хватает. 4-1 идет, конечно же, в лицо. Здесь обидно, конечно, о том, что обратно в Морозную ловушку уйдет. Баф, товарищ, но это не страшно. Грибовар здесь не так уже много вэлю даст. Нам остается 16 ниц здоровья и чуть ли не сулфайр отдавать, чтобы хоть как-то продлить себе жизнь. берет себя. Переходит Хелисет. Это шанс еще посражаться. Какое-то время вставляется вуду и сулфайр идет Гриока. Хорошо. Грибовар в итоге не сыграл. И в ответ лучшая смерть Эликсар. Понимаешь, здесь уже добить так просто не получится. Спокойненько меняет обилку и теперь у него бесконечная Сивернейм обесконечная вылезти зверюшка. Ну и что же дальше? Да, сейчас можно просто выбирать себе по мане и каждый ход выставляться на который звери, на которых ответ скорее всего у Дрим Кэчера уже не найдется. Забирает себя еще и зомбо-зверя с с Артасом. Ну и здесь не самый приятный топ-дек. Насыщение души пытается укупиться в Стражницу Света, но это не такая большая угроза. Здесь мы видим 3-6. Еще и Морозная приходит, но это это просто отвал башки. И можно долбить все дальше. Да, приходит Морозка. И появляется кстати шанс небольшой сейчас Дриней Каторжники. Четыре ниц и здоровьем могут вылить немного времени. Снова ходит Стражница Света, но уже без бафа. И поэтому остается 1-2 планет и вот себе беса. Ну уж если нет здоровья, какая-то вторая команда взять, если придет, то тогда просто с открытым. Берет себе, кстати, посмотри, а он достает из колоды за счет выслеживания. Ну и зомбо-зверь. Посмотрите, кого себе наберет. берет себе неплохого такого, да, птица и птица рука. 6-10. Ничего себе. Стаун там еще будет, если выстрелить сейчас прямо. Но есть смысл адаптации. Попробовать сработать в бабл найти какой-нибудь 3-1. И плюс 3 к здоровью, но тоже вариант. Здесь же баф на кого будем решать. 3-4. Возможно, побольше кп добавить волков. И размин стрельбей. И дальше ждем. А для закончится здоровье. Собственно, побольше библиотекар еще одна надежда на какой-то топ-дек. Кстати, грибар неплохо. Гриб чародел здесь сейчас может помочь. 3 здоровья плюс 3 атаки, но увы, этого недостаточно. Неплохо, но слишком много здоровья потерял на старте. Увы. Не успеет. К чему это все у нас будет подходить? Вот он, сильвернейм. Видим, что-то у нас такая темпуха и разбойник на тримкетчера. У нас получается нечетная рога. Интересно. Сейчас узнаем, насколько повезет. Как мы видим, старт достаточно неплохой. Есть и Петроглев, есть и звездочет Луна, кстати, можно будет быстренько прокрутить. На третий ход мы сможем дровнуть себе дополнительную карту. выставиться на стол. Три-четыре. Да. Два-четыре пошла очень. Ну и ситуация пока что все равно проблемная. Максимум просто выкидывает на стол сейчас Dreamcatcher. Пытаясь остановить SilverName. Ну и как вариант. Это таким образом не позволит так просто выставить сейчас звездочетом. Ну и обидно, что нет секретов. Таким образом Макки Риндора тут эту проблему не решает. Ну и быстренько с ним можно разменяться. Через обилку будет падающая. Она же шальная звезда. Наносит поединиться урона каждому. И потихоньку продолжит ощущаться. Пока ничего не выставляет. Готовится к раскрутке помощнее. И пока вроде все тихо спокойно. Ну хорошо. 1-1 не является угрозой. Скоро я думаю покажут нам карты Dreamcatcher и тогда у нас все наладится. Интересно. Надеюсь что возможно только мне не показывают. Но так или иначе. Ага. Все хорошо. Ну и что же. Вот SilverName. А SilverName снизу. Все. В этот третий раз SilverName сверху. В смысле у него остался маг что ли? Режиссер пытается обмануть но не тут то было. Я уже все усвоил. SilverName сейчас снизу. И коварный птенец выходит. А вот это уже могло бы стать проблемой. Не будь гейзера. Еще и угли пришли. Ну и тут в принципе угли не надо. Угли в лицо полетят. 100%. Как бы скриньте делайте клепасы если их разыграть. А вот через огненный гейзер можно нормально птенца сразу зачистить. Вопрос в том что сделать еще. Ага решет и трогали. Покрутить метеор колода чудес и чар взрыв. Возможно даже метеор забирается сильвером полетел гейзер и зачистка двинец маны спешка огня не стал не стал тратить ну и чем может ответить дримкетчер сейчас своей рогой бандюга ага вариант неплохой был бы пытается раскачать уже но есть метеор и возможно даже стоит отдать его прямо сейчас чтобы избежать дальнейшей раскачки этого бандюга и просто спокойненько ну и можно выставить дополнительно элемент таля вариант думаю не самый плохой то есть пытаться за счет угре зачищать тоже сомнительное удовольствие поэтому нечего метеор жалеть да там есть еще могут быть еще неприятные моменты но к ним у тебя уже от стола можно будет отыграть скажем так поэтому ага решил все же рискнуть да ладно ну конечно он метеора может убить его и потом но звездочета луну сразу зачистят интерес перебирают картишки то есть да метеор убьет бандюгу и потом в том момент в том есть проблема что он 4 урона нанесет и это может быть сложнее крупный светочок луна и обилка привлекает на себя внимание небольшое да может потом как-то добрать дополнительно карт но вряд ли луне дадут жить наверняка что-нибудь интересное есть колодзе и о озорная забыта начинает закрывать стол потихоньку помаленьку ну и в общем-то шалость удалась действительно размен прошел звезда счета приходит антимагия однако теперь что мы будем делать с этой кучей существ просто остается интересным тела чародейка будет крутить пытаться вихрюглей нет просто вихрюглей без чародейки и понеслась подкруточка и не самоудачно остается у нас конечно обилк поэтому добьют бандюгу в любой ситуации но было бы приятно что бандюга погиб от самого вихря ну и остается два раздражатора и тут же к ним уходит грибоман да вот это уже неприятно однако есть все напомню поэтому разобраться с этими существами не составит проблемой проблема только то что выживет у нас правый раздражатор но я думаю с этим можно будет потом справиться попозже бабл будем сбиваться наверняка вопрос в том что будем делать на 5 паны можем выставить чайную чародея но тогда ее просто смен забирает полумертвым раздражатором и смысл в этом раздражаторе итак 3-1 на столе еще есть от него также можно продолжить отыгрывать его можно наверняка полечить будет у Роги там что-нибудь есть такое эдакое что сможет с этим справиться сейчас попробуем посмотреть сможет даже покажут что-нибудь интересное так много вариантов возможно Маркиз мне что-нибудь подскажет сейчас но пока кард кард римкетчера мы по-прежнему не видим и полетел Рицарь Крови и в принципе уже просто пытается давить существами и тем что есть интересно что же там за рука такая что Рицарь единственный разумник пор был полетел прокаст ученица чародея интеллект чародея через мага решил сыграть пока не добирает спикард под конец решил это сделать максимально раскачивает монозмея и частично перехватит стол что же неплохо однако здесь монозмея может затрейдиться но потом опять подставляешься под пинг так или иначе и здесь Рицарь Крови в этом плане без каких-либо опять же бафов со стороны особо много не дает ресурсов как-то нужно устранить и 4-3 и 3-2 в идеале бы сейчас убить то есть да если мы оружие мы идем в 3-2 убираем Рицарем Крови мы на Зме так да ситуация чуть получше еще выходит Птенец кстати Аутбекен Сану придется трейдить если чем еще может быть один Грибоман 5 маны но это Злолист это уже проблемка стол перехвачен чем будем отвечать есть есть чар стрелы но у меня плюс 2 понимать казино и куда он попадет нужно один раз попасть хотя бы в Рицаре Крови не попало но зато зато 4 раза попало в злолиста однако теперь может ого ага все отлично теперь все правильно дримкетчер снизу видим его карты помним что у Сильвера остался интеллект чародея и адаптация здоровья провокация не совсем то что хотелось бы конечно бабл возможно в какой-то степени мог бы помочь но 3 здоровья тоже неплохо остальное еще и яд сбрасывает антимагию блиц солимая ага даже агентами шрум решил его все же разменять и далее на 100 9 здоровья нужно что-то предпринимать нужно таблэкать и понеслась чародея интеллект чародея и на 6 маны что нам может помочь ледяная стрела уже неплохо ты молодец но нас ожидает штан удачи и асуна так же после 5 беток далеко можно не расходиться и что же здесь сильверный а так же на маге достаточно интересный старт моносмея в руке увы нет сразу чарл стрелы полетели и импан надо забрать 100% но 3 в лицо и без продолжает бесить увы продолжается конечно пробивать немного но это не проблема с учетом того что вы захватываете стол однако опять же есть шальная звезда которая может помочь изменить ситуацию арканолог еще заходит и сейчас вопрос будем ли мы тратить монетку монетку через пункт убиваем без чтобы больше урона он не наносил пока частично отбит тем временем лицарь крови и из нахрен вуду лицарь крови конечно же идем здесь особо ничего такого сразу же взрывающиеся руны не долго думаем выходят взрывающиеся руны и понеслась удали демон бездны возможно стоило все же попытаться через нахрен вуду сыграть чтобы сохранить демона бездны но решил что сейчас важнее здоровье тем более что на так у него и много и на следующий ход грибоман а вот это уже беда и так же начинает тереть здоровье здесь и сильвер нейм есть у него снова чарт стрелы ну и что он будет пытаться сделать сейчас можно зачистить стол попробовать по крайней зачистить но пин парканолога пин более гарантированно попадание комфортные размены хорошо есть же двоящийся бес и снова вопросы конечно идеально было бы грибомант поставить если бы выжил в прошлом ходу в итоге полетел драющийся бес ожог души страш ужас но грибомант в этом плане гораздо более комфортный вариант потому что этих бесов он сейчас и пробав грибомант космическая аномалия и тут же просто и запросто на три урона по трем целям только этого севердейм и ждал ну и остается без стола библиотекарь будет бой жизнесоса пока что бафы библиотекарь в надежде вновь перехватить стол но сделать это будет проблематично конечно же опять можно разменяться дополнительно очень много урона чарстрелы крутим так стол я защищаю на раздон неплохо пингом добьем и стол снова за нами 4-3 4-3 развить пока нечем можно сложно пытаться в жизнесосы выходить келесе от увы слишком поздно попробуют еще подстреливаться но из положительных моментов только то что нету уроны из руки в лицо дримкетчеру но и тоже сомнительные вопросы еще один элементаль спд страшнейший уже у сервернейма но есть интимаген на будущее меня переполни пары результат но больше ничего особо нет ну и дримкетчер увы остается на трех единицах здоровья может еще тапнуться напоследок но ситуацию сильно это не изменит на и каторжники неплохая побыка ну что же